всем привет девчонки и мальчишки всем кто заглянул на мой канал так как весна у нас холодная в этом году я бы сказала даже очень холодная и конец апреля у нас снег и потепление только вроде как со следующей недели в общем я составила подборку ароматов которые я сама ношу крайне редко какие-то у меня новинки какие-то наоборот старички и давненько не было подобных видео мне захотелось уделить внимание этим флакончиком и показать вам и конечно рассказать начать хочу с такого вот красивого позитивного флакона от марки holester называется каньон rush я купила этот аромат прошлым летом я вот толком не носила он у меня настаивался это пошло ему на пользу аромата данного нету на фрагрантики до сих пор почему-то хотя у них уже есть и желтенький по-моему там уже несколько фланкеров какие-то представлены но именно вот этого нету для меня это очень интересный аромат и вообще это такая марка как про которую мало говорят особенно на русскоязычным youtube возможно потому что эта марка как-то мало доступна аромат бюджетный 100 миллилитров стоят порядка 20 евро что просто сказочная цена по современным меркам здесь у нас бергамот и персик и яблоко и груша и ревень здесь просто такой фруктовый взрыв жасмин фиалка фрезия кедр еще у нас здесь янтарь и белая древесина ноты потрясающе благородно звучат нету почули нету мускуса если вы устали от этого для меня это аромат такую скорее летний но также он может быть и весенний конечно ему чуть более теплая нужна весна но очень уж захотелось вам его показать вообще редко что то рекомендую или навязываю но этот парфюм мне просто стыдно не порекомендовать он яркий сочные звонки и свежий при этом он сладковатый и он реально чем-то цепляет наверное тем что он имеет вот какую-то свою изюминку и он ни на что не похож для меня он очень современный он немножко колки с некой горчинкой как я уже сказала без мускуса не шампунит не мылит что немаловажно не хочется делить его на ноты но если включить фантазию то есть что-то знаете типа кедровых орешков что ли с вплетением свежевыжатого сока яблок груши ревни немного цветов фоном слегка присыпаны сахаром или полусладким сахарным сиропом я бы так описала очень ладно скроенный аромат идеален на весной и лето просто абсолютно не стыдно такое вам посоветовать но и цена цена просто сказка такой вот начинает мою подборочку следующий аромат который я вам покажу я не знаю возможно уже даже снятость это лариф это очень бюджетно это аромат называется мун у меня он довольно таки целые потому что я ему практически не пользуюсь вообще это аналог на фьюго босс тоже какой-то черном флакончике и там очень интересные отзывы что это для меня покупала я этот аромат вообще просто на самом самом старте увлечения парфюмами какой-то грязный у меня это очень очень необычный аромат сейчас мне кажется такого уже нету это не вот эти вот ароматы все супер сладкие лавея были так далее это что-то совершенно другое чуть свежий фруктово-ягодный даже но несъедобный при этом а такой знаете я бы сказала ароматизированный как будто бы какая-то сочная яркая отдушка какого-то кондиционера ополаскивателя для белья то есть с ним что-то такое еще уходовая прослеживается очень необычный яркий ни на что не похож он у меня настоялся он очень заметный он даже громковатый он шлейфовый он своеобразный знаете он скорее для улицы потому что может подушить если переборщить потому что громковат еще раз повторюсь и может слегка уходить даже во что-то мужское мне кажется это все-таки фиалку я так вижу частенько но это фиалки мне как-то отсылает мужским ароматом есть здесь и мускус но такой знаете не бесячий какой-то такой свеженький что ли аромат одновременно и приятный и странный и ароматизировано мускусно-ягодные синтетические вот так шлейфи звучит он более утонченно нежели вот сблизи из флакона либо когда вы утыкаетесь не мой любимый но избавляться вот не могу рука не поднимается потому что вот цепляет все же чем-то очень сильно цепляет своей какой-то неординарностью и в базе в базе он красив ничего лишнего очень такой ноты я не называла по моему он заявлен там и ореховым каким-то и здесь не последнюю роль играют альдегиды я думаю за счет этого он такой свежий и какой-то ухода вы и не знаю такой как-то он такой как сказать то пробивной что ли не знают он как-то сразу заполоняет пространство в общем дальше следующий аромат будет тоже в темном флаконе и тоже категорически мало я про него рассказываю и показываю на своем канале это роберто ковали который как я слышала совсем недавно ушел из жизни что очень жаль и так аромат называется у нас неру а салюта такая вот крышечка здесь все выгравировано флакон на самом деле темно-синий и здесь по моему 75 миллилитров это один из самых необычных ароматов вообще в моей коллекции не знаю откуда но для меня это вот какое-то варенье из цветов орхидеи какой-то выдуманный сказочной орхидеи и черной смородины при этом он какой-то бальзамический немного и возможно кислинка древесины и цитрусы такой эффект создают здесь бальзамичности он такой вечерний даже ночной я бы сказала он темный и таинственный он сладкий но неприторный хотя тут зависит от случая сидит очень близко очень близко я бы сказала не хватает ему шлейфа в шлейфе ему как бы воздуха бы добавить то есть он немножко вот такой вот скованной знаете зажатый немножечко хочется ему как-то молекул добавить каких-то чтобы он такой знаете распространялся но вот он очень такой близко сидит кожи и мне даже немножечко как-то отдаленно напомнил лолик который смородиновый как же он называется то аметист но версии экскьюз который такой более серьезный где я слышу чуть ли не туберозу но тот я отдала уже мамуля ей кстати он нравится и мне он на ней тоже безумно нравится этот более такой округлый я бы сказала чем тот более мягкие без колкости вот это все что я вот могу вам сказать наверное и вот знаете еще вот напоследок про этот аромат скажу что он какой-то чудной он как-то манит и отталкивает что-то похожее я про этот аромат говорила да то есть слепую не рекомендую покупать и он не на каждый день но вот на какой-то случай он прям чудесен и он запомнится потому что очень своенравный и с блотером пах очень вкусно именно в базе спокойно и тепло прямо как будто какая-то печенюшка вот именно в базе мне просто здесь сделаны пометки я разнашивала и время от времени что-то себе помечала и возможно даже в самой в самой базе где-то в глубоко я могу тоже услышать что-то вишневое как будто какая-то вишневая рассыпчатая печенька но это в базе а так он вот как темный и загадочный в общем долго про него говорю следующий аромат сегодня у нас вот такой тоже очень мало известны на российско-говорящем youtube аромат это лис клейборн по-моему так если правильно и аромат называется curve connect у них там есть разные версии это относительно моя новинка это аромат который мне сложно выявить хоть какую-то конкретную ноту звучит он как сладкий как слабо алкогольный какой-то ликер или даже сироп очень манкий сладкий при этом он такой необычный будто есть какая-то едва уловимая пластиковая нотка уносящая в стиль ароматов двухтысячных по сладости не уступит амор амору их сравнивают даже но я не могу ничего сказать у меня нет амор амор мне есть только версии лариф я считаю что не похож этот более интересен более богатый что ли если можно так выразиться сладость тут такая фруктовая пряная знаете в нотах у нас здесь сандал танжерин и слива здесь есть и ваниль здесь есть и почули и шафран и кактус цветок кактуса и кедр и корица даже то есть ноты такие ну прям такие серьезные знаете то есть аромат какой-то типа должен быть пряный и сливовые и возможно даже в общем замесе здесь можно уловить вот некую сахарную такую сливу но в целом аромат в целом очень цельный если можно так сказать то есть не хочется делить на ноты и для своей цены он очень хорош он уже не новый он двухтысячных как раз и вышел 2008 по моему и еще здесь помечено что в базе он немножечко так мне мускусит если можно так сказать что имейте ввиду но аромат для своей цены очень красив пока что не хватает ему шлейфа потому что он у меня еще недостаточно настоян но я буду его отстаивать следующий аромат который я вам покажу вот такой вот бруно банани мой первый аромат нет не первый у меня есть парочка спреев от бруно банани и аромат аромат этот тоже один из недавних приобретений у меня путаю я все их названия там все у них связано со словом луман и магнетик и мистериус ума в общем я подпишу все названия внизу какой же он вкусный вот с первого вдоха он очень сочный и сладкий для меня как ни крути это аромат вдохновленный трезор ленуи от lancome вот так заикарилась у меня с первого затеста и все тут трезор для меня тумач а этот неплох очень даже особенно в шлейфе здесь у нас черная смородина груша цитрусы жасмин какао джанду я причем это нарисовано как какие-то шоколадные конфеты я точно не знаю кашмиран и кедр хорошая пирамида для меня сладость в этом аромате знаете такая на грани уже переизбытка будто фрукты уже вот-вот хотят забродить переизбытка сахара как знаете есть что-то такое в запахе красного вина вот что-то такое не знаю что дает такое ощущение может это смородина с жасмином так играют может кедр вот все что я могу сказать тоже бюджетные у них там есть он и в спреи и в туалетной версии в парфюмерной версии у меня 30 . не нравится мне вот этот флакон наверное отчасти потому что я немного такой перфекционист и мне хочется чтобы он был прямой но сути не меняет это кстати аромат 23 года поэтому если не пробовали могу могу рекомендовать итак следующий аромат который я практически никогда тоже не показываю себя на канале опять таки сегодня ароматы которым не просто хочется больше уделить внимание тоже не самый популярный бренд флавио нери или нери аромат называется фиоры дин от и даже само название и мне кажется даже флакончик как-то сразу отсылает нас к тому что это у нас закос на флер наркотик здесь у нас бергамот личи персик жасмин пион цветы апельсина древесные ноты дубовый мох мускус это очень своеобразный аромат но этот бренд делает очень неплохие закосы аналоги назовем их так реплики как вам угодно единственное есть мне кажется такой пунктик что как-то сложно их достать в общем-то но поищите на маркетплейсах у них отличная стойкость и они шлейфовые у меня есть другие ароматы есть аналог на шанель от эндро и мне есть аналог на дону трусарде в общем есть у меня любимчики от данного бренда и так что это для меня это дайте-ка я вздохну вдохну его это витаминный взрыв просто витаминная бомба знаете вот какой-то личи такой мощнейшие вот если любите личи давно хотели попробовать флер наркотик бюджетный белорусский аналог могу рекомендовать это не наливная парфюмерия это что-то мне кажется уже качеством повыше хотя здесь все индивидуально у меня ассоциации знаете с пузырьком витаминов вот здесь аскорбинка или сироп такой из детства знаете апельсиновые в больших оранжевых пластмассовых бутылях такой знаете который надо разводить водой вот если найду картинку я вставлю но это такие какие-то хорошие воспоминания из детства у нас не было там знаете каких-то сильных излишек но кто вырос 90 и я думаю меня понимаю здесь очень много цитрусов я их слышу здесь личи здесь сахар здесь немножечко что-то такое аптечное вот немножко химозненькая даже и мускус здесь да это для любителей мускусов можно наверное учуют здесь даже некую цветочность но она на подпевках аромат знаете для серого дождливого дня вот как сейчас у нас и вообще если хотели попробовать флор наркотик советую опять-таки повторяюсь аромат может надо есть своим напором и тот и другой и зачем вообще платить больше до сэкономить использовать вот эту 50 миллилитров в интересном флакончике я никому не впариваю я просто могу порекомендовать если вдруг вы хотели попробовать вот прямо такая какая-то бутылек с витаминами аскорбинка цитрусы что-то такое чуть-чуть лекарственное не знаю мускусная яркая витаминная сочная свежая мускусная вот если такое любите следующий аромат как-то подвинуть что ли следующий следующий аромат я тоже не часто показываю джуси кутюр вот в таком вот флаконе у них запутаться можно поэтому я уточняю аромат называется ай лав джуси кутюр такой своеобразный упаковка аля филипп киркоров до упаковка мне не нравится вообще но этим она и берет своей индивидуальностью можно отдать должное дизайнеру флакона что хотя бы это не типично и не банально прекрасный прекрасный аромат стыжу себя что так мало его ношу за имением большой коллекции не успеваю он и свежий и фруктовый и очень он деликатно сладкий прежде всего для меня это аромат на тему яблоком вот остальные нотки они деликатно так собранные вертится вокруг яблочко этого я бы даже назвала его свежим они за сахаром яблоко именно потому что в пирамиде по моему там за сахарен или карамельные яблоки не помню может это свежинка от красной смородины или мандарина больше всего я боялась в этом аромате пачули и они здесь есть но они здесь не дешевые они здесь в таком интересном яблочном обрамлении они деликатные они даже слегка пряные даже какие-то свежие если такие пачули вообще бывают аромат не является каким-то необычным знаете он по-своему очень хорош деликатен при этом не компот и вот тот аромат который мне кажется подойдет на каждый день не просто что-то супер супер лайта вот чуть-чуть такое потяжелее потому что здесь все-таки пачульки но такое он вот он для меня конечно больше осенний но учитывая нынешнюю погоду у нас практически как осень за окном я захотела его достать я его носила я хочу его еще поносить хоть кажется что совсем нет его много не надо и он тоже очень хорош в базе знаете эти пачули действительно они такие свежие яблочные такие сочные очень красивые хоть я с пачулями вообще на вы так осталось девочки три мальчики девочки мальчики три флакончика и покажу вам вот такой красивые огромный флакон еще просто бадья ну немного от пит у меня да есть такое дело вот аромат это от диск вард redwood здесь классная магнитная крышка здесь у них логотип виде кленового листочка давайте-ка я его вдохну я покупала его не вслепую я его несколько раз тестировала в магазине здесь все так качественно выполнено поливизатор для меня это покупала я его из-за ноты клюквы тогда у меня была мания на клюкву здесь она есть яркая сочная кисленькая и терпкая клюква здесь старте как такой знаете клюквенный морс с минимальным количеством сахара я бы сказала раскрывается иногда мыльно и то есть здесь не зря об этом многие говорят иногда немного мускусно фоном здесь цветы ну и все время присутствует что-то такое пряно-кислое вообще аромат довольно самобытные нет ощущения что такое можно услышать на каждом шагу за что ему просто огромный плюс приятные опять таки повторяюсь свежий кисленький клюквенно цветочный аромат с горчинкой с некой мыльностью с мускуса приятным чистым ароматами тоже настоявшийся уже он пахнет намного ярче чем когда только приехал ко мне и я его практически не ношу хотя он интересный это не какая-то гурманика это не свежак это не что-то древесно-пряное хотя аромат в первую очередь по моему заявлен как древесный да потому что у нас здесь и дерево в названии но вот для меня он такой как я вам только что рассказала слепую такой брать не советую до сих пор везде продается у них есть еще формат поменьше если у кого-то есть напишите как вы его слышите мне очень интересно будет почитать дабы его поставить чтобы было видно в кадре так следующий я покажу вам аромат от zara через смузи да я его немного сносила его много не надо я сразу могу сказать защиту даже если вот я его как-то достаю течение года или в какой-то сезон и даже если я его ношу ну это громко так сказано ношу 23 дня выгуливаю его нужно буквально не знаю микро пшик у меня он настоялся мне кажется жидкость даже потемнела вот ароматы zara по крайней мере вот этот и еще у меня есть парочку вот они настаиваются что идет им конечно на пользу у меня много аналогов есть лос черри и все они похожи друг на друга все но не этот то есть этот на них не похож я много раз об этом говорила аромат этот очень напористый может конкретно придушить если переборщить ему нужен воздух однозначно вишня тут я бы сказала не самое главное она как бы главное но она в тандеме с некой насыщенной для меня даже медовостью и какой-то горчинкой пудровостью такой либо это пудровый миндаль такой даже может быть спелая слива какая-то здесь проскальзывает которая заявлена и мне кажется даже здесь что-то такая нотка бальзам это или некая не мыльность в понятии такая легкая последушевая мыльность а мыло как из пачки вот что-то такое замесе с вишней медом и вот всем остальным как-то так готова заре петь воды за некоторые их парфюмы ну копии до копии но какие копии не хуже оригиналов да и простят меня те кто зару не любят не все далеко мне нравится у этого бренда но есть у них и ароматы которые явно вырвались вперед в общем тоже я его поносила на улицу я его только на улицу ношу шлейфовый стойкий не для меня не клон лос черри а просто своеобразный такой вишневый аромат да с отголосками лос черри но в других вариантах например вот дилис или аналог из шейк или клайв кера это совсем другая мне кажется там вишня она более сладкая на более том на на более миндальная она более красивая здесь все таки есть вот это что-то другое вот эта медовость и кусковое мыло хозяйственное вот что-то такое последний сегодня аромат который я покажу вот такой вот почему то мне нравится хранить его в этой тубе это у нас аквалина финг шугар версии берри бласт как же он пахнет из флакона потрясающе потрясающе пахнет просто то что доктор прописал вот иногда знаете взрыв сладости просто все и сразу и сахарная вата здесь и мармеладки мармеладки знаете я вам вставлю картинку даже вот у кого есть дети вы сразу представили сейчас полно вот этой гадость конкретно вредное для здоровья имею ввиду для зубов и вот это вот все вот такие вот мармеладки и они такие в сахаре знаете сахар такой прилипший и они такие разноцветные и на вкус такие резиновые и они с разными вкусами все в одной пачке например и это немножечко знаете так химозненько и ненатуральненько и все равно на вкус это очень вкусно и пахнет не как отдельная какая-то конфетка как вот все вкусы с ней смешались в этой пачке и вы прямо вот носом туда уткнулись вам пахнет вот этим сахаром и вот этими конфетами резиновыми на вкусными при этом которые очень долго нужно жевать и которые не разжевываются возможно здесь и черника есть некая такая знаете с ее вот необычным звучанием черника имеет ну если понимаете мне кажется в некоторых там морсах или в соке запах немножечко такой аптечный мне кажется лекарственное такое первые секунды и вот с кожи мне выдал на такую какую-то нотку возможно это черника здесь так звучит вообще я не могу его красиво описать как другие люди на фрагрантики для меня он конечно кажется реально порой перебор но иногда именно такое нужно и такого хочется и он более приятен шлейфе нежели сблизи и он очень хорошо собран ладно скроен стоит бюджетно как бы такой вне возраста аромат просто домашний поливашка вкусняшка вот такие вот химозненькие конфетки мармеладки с черникой много сахара мне кажется здесь есть и некая лакричность все же хотя она не заявлена в пирамиде ну отсыл к флагману все же все на этом сегодня у меня все показала вам таких вот 10 флаконов все немножко разные мне кажется и не такие тривиальные не такие банальные надеюсь вам было интересно мне очень интересно было вам рассказать об этих ароматах это видео я подготовила уже пару недель как все не было времени сесть и записать и все напишите что из этого пробовали иногда не нужно бежать прям в ногу со временем и скупать все что выходит нужно порыться в своем шкафу и и безусловно вы найдете какие-нибудь там скрытые скрытые таланты нет скрытые как это назвать hidden gems по-английски не знаю как по-русски в общем я уже говорю наверное что-то лишнее у меня уже прихрипает голос буду заканчивать на сегодня большое спасибо за просмотр всем желаю теплого хорошего настроения погоды главное в доме и всем пока пока